Скандалом обернулась поездка президента Украины в Одессу. Визит был приурочен к памятной дате 71-й годовщине освобождения города от немецких и румынских оккупантов. Этот день особый для всех поколений одесситов. Жители города Героя возмутило принятое накануне в Киеве решение о фактическом запрете святых для миллионов людей слов. Великая Отечественная война. На Аллею Славы они пришли с красными флагами, тоже запрещенными специальным законом, и устроили главе государства отнюдь не торжественную встречу. Репортаж Сергея Пономарева. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Так жители Одессы сегодня встречали Петра Порошенко. Тот старательно делал вид, что кричат вовсе не ему. Визит был недолгим. Президент Украины возложил цветы в могиле неизвестному матросу и обратился к собравшимся. Многих из них Порошенко, мягко говоря, смутил своей речью. Украинский лидер в своем выступлении старательно избегал любого упоминания о советских солдатах, победивших фашизм. Сегодня я почувствую, что фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Не прошел он тогда. В 45-м году не пройдут и те, кто хочет сегодня под разными флагами дестабилизировать ситуацию, напасть на Украину. Я уверен в том, что Украина способна себя защитить. И настрой, который я сегодня почувствовал в Одессе, это подтверждает. Какой настрой почувствовал Порошенко в Одессе, видимо, было понятно только ему одному. Люди же продолжали скандировать даже вслед президентскому кортежу. Весь день празднования годовщины освобождения Одессы от гитлеровских войск сопровождался скандалами. Накануне приезда Порошенко в городе были демонтированы плакаты с поздравлениями ветеранам. Этого добивались активисты националистической партии «Свобода». Они же сейчас проверяют местные школы. В двух учебных заведениях националисты потребовали убрать стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. На их место учителям пришлось поставить изображения погибших на Евромайдане. Чему они могут научить? Чему? Какие герои? Бандеровцы герои? Это позор! Не обошлось и без скандала во время возложения цветов. Активисты Евромайдана принялись срывать георгиевские ленточки с пришедших поклониться к памятникам на Аллее Славы. Милиция едва успела разнять драку. Тогда нападавшие начали выкрикивать вовсе кощунственные оскорбления людям с георгиевскими ленточками, желая им погибнуть так же, как жертвам расправы в Одесском доме профсоюзов 2 мая. Одесса – город-герой. А ленточка георгиевская – это символ победы. И никто никогда не снимет ее вот отсюда, с меня. Только с мертвой могут снять. 9 мая, 10 апреля – это святые дни для меня и для моих детей. Признание националистов героями и переписывание истории – теперь это все в рамках политики официального Киева, где Рада накануне приняла закон, приравнявший коммунизм к нацизму. Политологи считают, что это в очередной раз подчеркивает лицемерие нынешней украинской власти. Ведь многие деятели нынешней киевской власти, киевского режима, они сами выходцы с КПСС. Например, Турчинов, он был заведующим отделом по пропаганде. Господин Порошенко, у него отец – руководитель одного из крупнейших предприятий в Молдавской Советско-Социалистической Республике. Сам Порошенко состоял в партии. Кого ни возьми, Наливайченко был сотрудником КГБ. Кого ни возьми, все состояли в партии. Даже Яценюк был одним из активистов комсомола, а его отец – руководителем партии «Чейки». Скандальный законопроект уже осудил Центр памяти жертв Холокоста имени Симона Визенталя в Израиле. Директор Центра Визенталя Ефраим Зуров с негодованием воспринял принятие парламентом Украины закона, ставящего знак равенства между коммунизмом и нацизмом, накладывающего запрет на память о них обоих. Ефраим Зуров назвал это решение оскорбительным – большой ложью, превращающей палачей в жертв. Термин «Великая Отечественная война» вычеркнут из истории страны. И теперь это Вторая мировая. Согласно нынешней редакции закона, под запретом могут оказаться знамена победы серпом и молотом, ордена и медали ветеранов со звездами героев. В общем, все, что имеет коммунистическую символику из-за размытых формулировок того же закона, неизвестно, что будут делать со многими памятниками. Яркий пример – родина-мать в центре Киева. На щите у монумента изображен советский герб. Вслед за запретом символики сегодня говорят о переименовании станций метро, улиц и даже городов. Все, что хоть как-то напоминает о советском прошлом. Так, один из крупнейших городов Украины – Днепропетровск, названный в честь коммуниста-революционера Григория Петровского, может быть переименован в Сичеград. На сегодняшний день растут цены, инфляция, тарифы. То есть люди очень растерянные, люди крайне недовольные, люди не знают, как им дальше жить. Они в этот момент увидят, что государство в полный рост занимается переименованием улиц, переименованием городов, то есть тратит все свои ресурсы на это. Какое отношение будет к государству на сегодняшний день? Какое отношение будет к власти после этого? Естественно, оно будет негативное, естественно, будет радикализоваться. Все в той же Одессе запрещенная в России экстремистская организация правой сектора объявила, что начнет патрулировать вокзалы города, якобы для охраны порядка. Активисты местного антимайдана предполагают, что радикалы тем самым планируют не допустить приезда ветеранов на День Победы. Сергей Пономарев, Максим Семин, Наталья Литовка, Первый канал.